Всем привет на канале Тимур 11 ТВ. Сегодня мы продолжим для вас читать книжку Хоббит. В прошлой серии мы остановились на том, что мы прочитали девятую часть главы, которая называется Нежданные гости. Сегодня нас ждет десятая часть этой главы. Ну что, поехали. Если вам когда-нибудь доводилось видеть дракона, которому прищемили хвост дверью, то вы поймете, что это было чисто поэтическое преувеличение в применении к любому хоббиту, даже к двоюродному прадеду старого тука по имени Бычай Рев, который был такого иранского для хоббита роста, что мог ездить верхом на лошади. Это он когда-то, как ураган, налетел на армию гоблинов из Маунт Грэма в битве на зеленых полях и шиб своей деревянной палец и голову с плеч их короля Гольф Фимбуля. Голова прилетела сто метров по воздуху и угодила прямо в короличью нору. Таким образом была выиграна битва и одновременно изобретена игра в гольф. Тем временем изнешенный потолок, потомок бычьего рева, приходил в себя на диване в гостиной. Отлежавшись и глотнул вина, он с опаской подказался к двери в столовую, наговорил глуин, и вот что Бильбо услышал. Пф! Или другой какой-то пренебрешительный звук вроде этого. Думаете, он подойдет? Легко Гиндальфу расписывать, какой он свирепый. А ну как он возбудится и заорет не вовремя, тогда дракон и все его родственники проснутся, и мы погибли. Сдается мне его крик вызван страхом, а вовсе не возбуждением. Право не будь на дверях волшебного знака, я бы решил, что мы попали не туда. Едва я увидел, как этот пузан подпрыгивает и пыхтит в дверях, и сразу заподозрил неладное. Он больше смахивает на бокалейщика, чем на взломщика. Тут мистер Бегинс нажал на ручку и вошел. Туковская порота в нем взяла верх. Он почувствовал, что обойдется без настоящей постели и без завтрака, только бы его считали свирепым. Кстати, он и вправду рассвирепил, услыхав слова, как этот пузан подпрыгивает. Много раз впоследствии Бегинсовская сторона его существовала, раскаивалась в безрассудном поступке, и он говорил себе. Бильбо, ты глупец, ты сам по доброй воле встрял в это дело. Прошу прощения, я проговорил он, я нечаянно услышал ваши слова. Не буду делать вид, будто понимаю, о чем идет речь. Особенно мне непонятно замечание о взломщиках, но думаю, что я правильно усвоил одно. Все это он назвал держать себя с достоинством. Вы считаете меня никуда не годным. Хорошо, я вам докажу, на что я способен. Никаких волшебных знаков у меня на дверях нет. Ее красили всего неделю назад, и вы, разумеется, ошиблись адресом. Как только я увидел вашу несимпатичную физиономию, я сразу заподозрил, что вы попали не туда. Но считаете, что вы попали туда? Скажите, что надо делать? Я постараюсь это выполнить. Хотя бы мне пришлось сражаться с кошмарными хабаратними в самой крайней пустыне. У меня был двоюродный прапородержка Тук Бычий Рев. Так он верно-верно, только это было давно прервал его Глуин. А я говорил про вас. Я уверяю вас, на ваших дверях есть знак, как раз тот знак, который используют или использовали в прошлом. Представители вашей профессии, и означает он вот что. Опытный взломщик возьмет за хорошую работу, предпочтительно рискованную. Доискиватель высшей категории. Если вам не по вкусу взломщик, некоторые именуют себя так. Нам-то все равно. Гендальф сообщил нам, что один местный специалист в Солочной ищет работу, и что собрание назначается здесь в среду на 5 часов. Как же не быть знаков, замешался Гендальф. Я сам его поставил на дверях, и по весьма веским причинам. Вы меня просили подыскать для экспедиции 14-го. Я выбрал мистера Бегинса. Пусть кто-нибудь попробует сказать, что я ошибся. Выбрал не домой, попал не туда. И сможете отправляться в 13-ом. И получать сполна все, что прочитается за это число. А не хотите, вступайте домой, копайте уголь. Ну вот и все. Мы прочитали 10-ю часть главы, которая называется «Нежданные гости». В следующей серии нас ждет 11-я часть этой главы. Но это мы уже будем для вас читать в следующей серии. А сейчас ставь лайк и подписывайся на канал Тимур11ТВ. Всем пока.